Имеют деньги на бизнес-джетах, я извиняюсь, в Европу летают, как бы, да, выходные чпукаться, они определяют сегодня 83 рубля детям войны. У меня вопрос, почему к 22 июня не выделили мы детям войны? Им надо из золота ставить памятники, а мы здесь начинаем считать. В Древнем Риме, когда законы, как бы, да, принимали, как бы, да, для плебеев, Патрисии принимали законы, которые распространяются только на плебеях. Вот так же у нас получается, понимаете? Второй момент. Дети войны. Безусловно, нужно поддерживать данную категорию граждан. Но давайте не вспоминать о них ближе к памятным датам и, естественно, ближе к выборам. 3 сентября, ровно через две недели, люди идут голосовать. У меня вопрос, почему к 22 июня не выделили мы детям войны? Именно в этот день они перестали быть просто детьми, а стали детьми войны. Но то, что сделал тыл дети, женщины для победы, им надо из золота ставить памятники-то. А мы здесь начинаем считать. Мы когда им поставим эту памятник? Это же им памятники стоят. Сколько лет прошло уже, десятка? 70 лет прошло. А мы все считаем. Не туда, не вовремя. А когда будет вовремя? Пока они живы. Тысячи рублей детям в войне. Это вот люди, которые в 50-е годы прошлого века страну подняли. Это получается в месяц сколько? По 83 рубля? 7 килограмм моркови. Вы понимаете, какой позор просто, что люди, которые, вот эти чиновники, имеют деньги на бизнес-джетах, я извиняюсь, в Европу летают, как бы, выходные чпукаться, они определяют сегодня 83 рубля детям в войне. Вот, пожалуйста, вот конкретно, да, что у нас сегодня в реальности происходит. Люди, имея миллиарды, понимаете, да, они сегодня определяют им, вот, детям, 83 рубля вам хватит и достаточно.